МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказались хорошими, добрыми, любые штанов, все же на 65-м. Ну так это ж дикари. Жилище, в котором мы переночевали, оказалось не только полно комаров, которые всю ночь ломились ко мне в окно. Кстати, некоторые пролезали где-то, хотя несмотря на то, что тут сетка есть. Кроме этого, у нас оказалось, что нет постельного белья. Нет ни постельного белья, ни полотенец, ничего. Честно говоря, сильно омрачило пребывание здесь. Ребята, я просто не могу вам передать количество комаров, которые здесь. Я не понимаю, откуда. Вот такое болото здесь. Хотя тут все вокруг, по-моему, сплошное болото. И я думаю, что это место, которое зимой нужно пользоваться популярностью у туристов. Иначе это просто капец, что происходит снаружи. Скорее, скорее отсюда. Куда-нибудь, куда-нибудь подальше. Да, на рецепшене сидит тетенька, которая, конечно, очень удивилась. В духе консьержа из нашей Раши сказала, да, не было. Кто это сделал? Да, кто это сделал? Ну, вы мне, говорит, не звонили. Ну, как бы, вот это самое. Несколько раз на emergency number, на обычный номер. А если бы прорвало кран или еще что-то произошло? Я охренею просто от этого. Это было бы даже лучше. Это было бы поучительно для этого домика, если бы кран прорвало или сгорело бы все. Смесьте с комарами. Да, на emergency number. Ребят, я, слава богу, но ни одного комара в салоне. Это вообще ужас. Так они все на тебе съедят, смотри-то. Так они толпами, блин, я вам скажу, это ужас вообще. Просто кошмар. Прочь, прочь. Колесницу гоните прочь. Это вот мы опять были в Блявагине сейчас? Да, всегда. 10 часов из Блявагина нам сегодня ехать. Приедем в 2029, но это если не заезжать в Макдональдс, если не писать, если не какать. А всего этого мы не можем и не хотим. Поэтому мы приедем гораздо позже, назначенного времени. А потом сравним, сколько мы прокакали и прописали. И проели Макдональдс. Ну, в принципе, не зря его так назвали. Хорошую вещь. Блявагина мне назовут. Я правильно еду? Нет. О чем показывать? Я сейчас в этом Блявагине не вообще уеду. Нам вот туда и потом на правду. Туда, где комары начнут прокусывать автомобиль насквозь. Они вчера пытались прокусить колеса. Там уже, впрочем, там пара-десять штук сидело на каждом месте. Вот так мы говорим о машинах с пробегом по Европе, по Германии. Вот машина с пробегом по Германии. Оригинальная немецкая машина. Просто немец поехал в отпуск. И этой машине уже досталось за наши там 4 тысячи километров пока. Более чем достаточно. Вот, смотри, красота. Прикол в том, что мы уже сколько едем. Какой объем этих дорог, то ремонтирующихся. Из шведских дорожных наблюдений. Таких между какими-то поселками передвигаемся. Сначала, ну, естественно, думали, что есть какие-то маньяки, которые ставят себе противотуманные фары. Одну, две, некоторые три или даже четыре прям большие во всю решетку радиатора. На бампер так грубо прикручены. Прожекторы прямо. А потом поняли, что это вообще системное явление. Видимо, здесь сильные туманы. Потому что очень много автомобилей, которые вообще не предназначены. Не то, что для ралли. Ты даже не понимаешь, как он закрепил такое количество фонарей прожектора в себе спереди. И второе наблюдение. Очень много старых автомобилей. Американских в первую очередь. Причем в разном состоянии. Это может быть и маслокар шикарный. Который просто сверкает музейного вида. А это может быть и 50-х, 60-х годов. Какой-нибудь трак, пикап. Может быть ржавый абсолютно. Причем не поймешь. Ни то он просто запущен. Ни то он такой типа на стиле. Очень много американских, именно американских машин едет по дороге. И проезжая один из городков, мы видели мероприятие, на котором все фанаты этих машин явно встретились. Потому что было много машин, было много людей. Какие-то там, видимо, сосиски, киоски, пиво. Вот такого плана мероприятия. Но вокруг было очень много машинами заставлено. Прямо на обочинах стояли. Прямо на тротуарах. Для того, чтобы запарковаться и пойти туда, надо было еще место для парковки найти. Но а так как к нам ехать долго, мы так как-то прикинули, головами повертели. Хотя немного жалею. Ну и полетели дальше. Очередной музей, друзья, проехали. Музей автодомов. Простите. Это очередной музей, в который мы не заехали. Ну, это, кстати, поселок, который после такого большого перегона пустынного, абсолютно пустынного, и вдруг опять цивилизация, машины опять поехали с этими самыми фарами противотуманными. Какие-то кемпинги. Вот это центр 200 метров. Сейчас посмотрим на местный центр. Дуротея называется. Лапландия, да? Сотра какая-то, Лапландия. Ну, такая Дуротея школа-то достаточно, можно сказать. Серьезная. Вообще, это вот зрителям, наверное, неудивительно это все видеть, потому что они не проехали, как мы, столько безлюдными дорогами. Олени перебегали дороги. Настоящие олени, не те, которые двуногие. Вольво, много старых Вольво. Весь сороковая там слева стоит вагон. Двухсот сороковый, семьсот сороковый, шестидесятый. Прям квадратных чемоданов очень много. Получается, зря ездили в музей Вольво. Ну да, и в музей Вольво. Они все по дороге, практически все, начиная от всяких там П и так далее. То есть я реально практически все Вольво въезжу. И вот, Вольво, смотри. Видишь? Прямо из музея Вольво выезжает напрямую. И с фарами такими больше классическими. Фара, ладно, как бы противотуманные фары мы в жизни видели. Нет, ну а то, что здесь вот это вот размером со спутниковую тарелку, каждая, это, конечно, по четыре штуки. Да, и чтобы влезло от левой фары до правой. Сколько есть площадь, столько надо забить этими тарелками. Итак, друзья, мы уже приближаемся к цивилизации, шведской цивилизации. Не побоюсь этого слова. Двухполосная дорога появилась у нас. Мы можем уже обгонять спокойно, опережать другие автомобили. Средняя скорость увеличилась, ехать стало проще и веселее. Кроме этого, появилась инфраструктура. Наконец, опять американский ресторан McDonald's со своими вредными продуктами. Ребята, тест шведского McDonald's очередной. Ну и самый прикол, наверное, в салатах, которые здесь есть. Я вот люблю пробовать те блюда, которых нет в других McDonald's. Вот это вот с манго, это не мой вариант. У меня там манго вообще аллергия, это Илюха взял. А это мой. И смотрите, какой там состав. То есть полноценный салат. Остальное все как обычно. Там макнаггетс, бутербродов, бургеров. Но вот салат, это чисто шведская тема, которую только здесь я видел. Будем пробовать. Шведский салат из McDonald's действительно оправдал ожидания. Он реально сытный, вкусный и к тому же объемный. И если честно, его одного вполне и хватило бы для легкого обеда. Ну а если продолжать тему, что еще у шведов в McDonald's своего, то это так называемый национальный сэндвич. В Швеции это маэстро тейсти. Отличается он черной коробкой, хотя по сути, по составу ничего особенного. А вот салат, да. Кстати, в Швеции находится самое большое количество ресторанов McDonald's на душу населения среди европейских стран. Всего в этой стране 227 заведений этой сети, а средняя зарплата сотрудника Мака около 2500 евро в месяц. Сейчас мы уже проезжаем те места, которые мы проезжали до этого. Мы проезжали Burger King, вечно закрытые. Там вот слева у нас озера, у нас слева Ботнический залив. Я все время забываю это слово. Не Ботанический, букву А убираем. Ботнический залив. И километров, наверное, 250 нам осталось до Стокгольма, где мы остановимся под Стокгольмом. В том же самом отеле, легкое дежавю, в котором мы были на пути туда. Вообще Швеция – это пятое по величине государство Европы. При этом две трети территорий покрыты лесами. В цифрах это больше 280 тысяч квадратных километров, где половина принадлежит частным лицам, четверть компаниям и только оставшиеся 25% государства. Неудивительно, что в пути по Швеции мы насмотрелись на леса более чем достаточно. Поэтому, подъезжая к Стокгольму, уже с нескрываемым оживлением воспринимали подзабытые виды окраин большого города. В Европейском Союзе Швеция располагается на третьем месте по площади. Это 447 тысяч квадратных километров. И при этом по плотности населения она находится на втором месте после Финляндии. Всего 29 человек на квадратный километр. Для сравнения, например, на Мальте плотность населения составляет 1500 человек на квадратный километр. Тем не менее, Стокгольм большой и разносторонний город. При этом дневной и ночной, и даже вечерний абсолютно разные. В первых сериях из этой поездки мы немного побродили по старому городу, да и раньше я уже снимал Стокгольм и его интересные места. Конечно, и сейчас было бы неплохо разбавить наши бесконечные виды из автомобиля вечерней прогулкой по городу, а фастфуд дополнить хорошим аутентичным шведским ресторанчиком. Но не в этот раз и не в девятой серии норвежских дикарей. Ведь для вас это 15 минут, а для нас весь день в пути. И поэтому больше всего хочется сейчас уже добраться до отеля, переночевать и завтра снова в дорогу. Субтитры делал DimaTorzok Дежурнал DimaTorzok Девушки отдыхают. Весь сейчас, кажется, не права. Всем очередное доброе утро из окрестностей Стокгольма. Мы выехали из отеля, который не было смысла особенно снимать, потому что вы его видели несколько серий назад. И теперь мы едем в сторону города Истат. Это город, в котором мы должны погрузиться на паром. Таким образом мы решили скорректировать наш маршрут, который должен был сегодня состояться в объеме полутора тысяч километров. То есть назад, как мы сюда приехали, через Данию, через Швецию, через мосты. И, соответственно, мы должны были приехать в Германию. А потом посчитали, что мосты 100 евро, топливо, ну даже при всей экономичности этого пассата, это примерно 50 евро. А паром стоит 260 евро. То есть у нас получается 110 разница больше, чем мы потратили бы. Но учитывая, что у нас, во-первых, трое, а самое главное, мы экономим около 400 километров в маршруте. То есть не то, чтобы мы не хотели это проехать, но мы уже проехали именно этот маршрут и ничего нового не увидим. А так немножко отдохнем на пароме, снимем для вас что-то новое на этом пароме. Ну и, собственно говоря, ночью, вечером поздним должны быть в Берлине. Гугл продолжает в лучших традициях проводить нас какими-то обозревательными маршрутами по местности. И изредка зачем-то сводит с трассы. И вот мы проехали, значит, какой-то городок, который по непонятной причине нам был показан. Потому что все это было, можно было проехать по трассе и минут на 20 быстрее. Да, просто, просто правильную дорогу, с правильной дороги свел в сторону, показал нам какой-то проселок, и мы опять выехали на ту же самую трассу. Почему это происходит, непонятно. И чем еще отличаются шведские трассы? Тем, что не только появляется много знаков, что лоси, могут быть лоси. Но, видимо, лоси настолько настойчиво могут переходить трассу, что на протяжении десятков, получается, сотен километров идут везде такие еле заметные, но они есть ограды. Мы, ребята, не теряем надежды попробовать с Бургеркинг по-шведски. Отведать. Ну, у нас есть такое ощущение, что Бургеркинг уходит из Швеции, потому что везде закрыто, вообще везде. Сколько мы проезжаем Бургеркинг, везде какое-то запустение, и двери закрыты. Очередное место с многообещающим названием Раста. Вот делегация в Бургеркинг приехала из Стокгольма. Смотри, ты такой держняк, ты смотри, нормально? Да. А что происходит вообще? Заказ. Единственный Бургеркинг, последний закрывается? Видишь, как ты сюда попал, с тобой куча людей? Видишь, как ты сюда попал, с тобой куча людей? Ты берешь просто стаканы, и потом рефилишь их неограниченное количество раз. Я понял, суски, а это у Илюхи коктейль, а вот и наши, вот, видимо, пойдем, Миша, возьми стаканчик. Да, да, да. И корону не забудь взять, Миша. Корону Бургеркинг возьми. Обязательно. Сейчас еще один. Ну, теперь ты готов наливать. Давай, напитки. Только так напитки, Михаил. По-другому в Швеции никак. Это что? Луковые кольца? Боже, я морковку сипал. В чеке была морковка, кстати. Ну, вам как, лучше Макдональдса? Мне кажется, та фигня так сбоку. Слушай, я бы не пошел бы больше. Не пошел бы больше? Я тоже сейчас говорю, как-то чуть не в восторге. Что нам дали? Зачем нам дали луковые кольца? Они говорят, так у нас нет морковки, мы вам дали луковые кольца. А если я не ем луковые кольца, вообще лук не ем. В общем, короче, очередное обслуживание в Швеции на уровне бургерфинга. Не зря их закрывают, короче. Закрывайтесь нахрен. И точка. Я не в восторге. У нас было два варианта добраться от бургеркинга до порта на паром. Первый – это по трассе, около 200 километров. А второй – это маленькими городками и второстепенными дорогами. И это 130 или 120 километров. То есть экономия в километрах серьезная, а во времени, как вы понимаете, никакой. По дороге очень много радаров. Мы включили наш любимый радар-бот. И едем для того, чтобы подснять для вас немного не трассу на этот раз, а хотя бы вот какие-то такие периферийные места и городки Швеции. Потому что это последние километры по Швеции в этом приключении. Вот то, что мы проезжаем, ребят, на мой взгляд, это дачи. Вот прям дачные поселки. Летние магазинчики такие, сельпо. Местами какие-то все-таки есть туристы. Ну, автодома они тут везде. И домики, ну, они прям вот типичные дачные домики. Только интересно, где живут эти люди, у которых здесь дача? Мальмор. Мальмор? Ну, не знаю, крупный город Мальмор. Радиус Уиден, Стокгольм. Ребята, вот Миша действительно заметил интересную вещь. Он говорит, ты обратил внимание, что в каждом окне у шведов светильник. Я думаю, ну, светильник, светильник, у всех есть светильник. А нет, здесь по-другому. Здесь торшер, лампа какая-то. И в каждом втором или третьем окне она прямо или на подоконнике, или прямо виднеется вот в непосредственной близости. Вот у всех, вообще у всех. У каждого стоит лампа какая-то в окне, просто вот рядами. Симулятор дня в полярке. Какой-то Sims просто. Вот нам на 13-ю дорогу, через 20 метров на Сьёба-Ваген. Сьёба-Ваген. Ваген. Сьёба-Ваген. Вот такая на этот раз у меня Швеция получилась. Вся проездом. Зато действительно практически вся. Получается, с северной границы до южной. И в принципе, красиво, конечно, и местами даже интересно. Но первые километров 200-300. А если цель проехать больше тысячи за день, то уже, конечно, больше интересует цель, чем то, что за окном автомобиля. Из шведского порта Истат большинство указателей на два города. Польский Свиноушье и немецкий Саснец. Ну, так написано. Хотя, правильно говорит Свиноустье и Заснец. Но это смысла не меняет. А ещё на пароме отсюда можно попасть на колоритный остров Борнхоль. Главный датский курорт. Такой, типа, датской Юрмолы. Но не в этот раз. Нам на заснец. Алло. Ай. Где? Вот 21, 20, 19. 16, а линия у себя. Как-то мы по-зелёной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, друзья, наблюдая за людьми, которые выезжают из парома, который пришел, на котором, собственно говоря, мы сейчас и уйдем, путешествуют между не только городами, но странами, климатом, достопримечательностями. И делать здесь это легко и просто, и в свое удовольствие между работой, в которой ты уверен, на которой ты долго работаешь. Ты планируешь всю свою жизнь. Ты планируешь всю свою жизнь не только до самого ее конца, до пенсии, но ты планируешь и отпуск, и времяпровождение, отдыха своего, своей семьи, свои путешествия. И я вот как гражданин Кракожи, фактически, сидя, глядя на это, понимаю, что я чудом участвую в этом празднике жизни, только потому что мне просто удалось здесь побывать. И я хочу сказать, что я снимаю для вас именно для того, чтобы показать вам, как живет цивилизованный мир, который может планировать свое времяпровождение. Практически вся жизнь распланирована так, чтобы провести ее с пользой для других и с пользой для себя и для своей семьи. А у нас завтрашний день, ну, практически каждый раз ты не знаешь, что у тебя будет завтра. И я не знаю, что у меня будет завтра. Кракожия! Ха! Кракожия! И вот я, гражданин, как Кракожий Ярослав Левашов, снимаю этот день для вас. Слушайте, ну здесь большой паром-то. А у нас места? Интересная конфигурация паром-то. Зачем тебе розетка? Смотрю, у тебя что за спиной есть. Для начала. 3,50 стоит пепси, и 4,50 стоит пиво. Выбор очевиден, если вам, конечно, не 8 лет. Это заряжай дальше, черт. Итак, кратко резюмируем. За 5 евро можно было просто пересесть в бизнес-класс, где гораздо просторнее, как-то внизу душно эти маленькие кресла. Ну так, чисто добраться. И за 10 евро можно было в бизнес-класс пересесть, но еще с еду и с напитком, правильно? С каким-то микроменю, которое там есть. То есть можно ходить, что-то там брать, попить, что-то пожевать. За 10 евро, я думаю, это того стоит. А вот Миша уже нашел розетку. Да, розетка нашлась за 10 евро. Очень думаю. А что значит красная зона? Вечер в хату. Приятного аппетита. Так, у нас на один этаж вверх, по-моему, да? У нас Д была. Залезу? Залезу. Ну что, добро пожаловать в Германию. Да. Ну, нам 3,5 часа. 319 километров. Здесь даже вечер бывает, смотрите, как лежит. Да-да, я, кстати, тоже уже забыл, как это бывает. Да, вот это вот. Когда нет белого вокруг солнца постоянно. Когда нет белого солнца пустыня. Здесь мы на острове, и на выезде с него можно попасть на разводной мост. Можно переменем встретить. Короче, нас могут развести еще на час, я так понимаю. А может, еще на больше, да? Ну, да, вот где-то на полчаса, наверное, отправляется. То на час. Я спросил Илью, чувствует ли он себя уже дома, въехав в Германию. Он ответил, ну да, конечно. Что неудивительно для человека, который прожил здесь большую часть своей жизни. Странное дело, но и мне почему-то тоже казалось, что я уже откуда-то и куда-то вернулся. Наверное, потому, что мои личные впечатления от поездки в Норвегию сложились не только из фантастических видов рыбалки, но и из перемещения в другой жизненный ритм, в другой уклад. Как на другую планету съездил. Наверное, поэтому и были у меня до этого ассоциации с нашими японскими или китайскими приключениями. А немецкие пейзажи возвращали меня в привычную жизнь, в которой мне давно уже и кажется, что и снимать-то нечего. Все, что можно, уже снято. Но закат все же вытягивал картинку. А дальше все как обычно в жанрах road movie. Надо было найти заправку. А у нас, друзья, продолжаются приключения. Мы легких путей не ищем. У нас стал заканчиваться бензин. В Германии, конечно, чтобы закончился бензин. Это вообще нонсенс. Но вот мы ехали и увидели указатель 2 километра до заправки. Что вы думаете? Мы проехали 2 километра, свернулись, ехали с трассы. Ехали еще несколько километров. И потом было написано, что до заправки 5 километров направо. Мы сейчас ищем эту заправку, которая через 5 километров. И я боюсь, что там еще один знак будет. Налево еще 8 километров. И едем мы реально черти где. Опять какие-то деревни. И не факт, что все это еще будет работать под заправку. Какая-то замануха, Илюх. Как-то очень нехорошо. Так везде в Германии? Сейчас будет шеллская. Пока нас не было, все испортилось. Ребят, шеллская заправка на эту самую. Мы упремся мы ее. Она будет сверна. Мы упремся мы в нее, когда будем долго толкать. Я, пожалуй, сегодня не захочу уже в отеле кейс-пасаде в Берлине. Я в нем уже, я уже больше привык в нем жить, спасать. До сколько вошло? До 124,75. Туалет-то, блин, не закрывает. Прикольно, что тут на заправке такой тусняк. Какой-то на деревенской. Я так понимаю, это местный центр вселенной. Он сюда и на старых фокусах приезжает, и на Трабантах. И какие-то приезжали сейчас пацаны местные на С-6. С каким-то там тюнингом стейдж-3. С отщелкивающимся выхлопом. И огнями пламени глушака. Это не шутка, реально. Они тут так отжигали. И это все вот такая деревенская. Это же то место, где все закупаются ночью. Бухлишко. Топливом. Разнообразным. Разнообразным. Топливом. На улицах ночного Берлина уже и я почувствовал себя словно дома. Если не обращать внимания на автомобили, то словно перенесся на 20 с лишним лет назад, когда Илюха также вез меня за рулем по своему уже родному ему городу. А из головы у меня никак не шел тот самый фильм «Терминал», который вчера случайно увидел по шведскому телевидению в отеле. Том Хэнкс сыграл там жителя страны Крокожия, который долго даже не мог понять, по какой причине он стал заложником такой ситуации. И знаете, как это часто бывает, перечитанная или пересмотренная классика открывается с новых сторон. Вот и я заметил в старом фильме очень много параллелей с настоящим. Но помните, что делал житель Крокожий, застряв в чужом аэропорту? Первое и самое главное не унывало, а второе – приносил пользу обществу. Как бы это банально ни звучало, но «Терминал» словно подсказал мне тогда, что надо делать дальше. Тогда, когда тревоги вокруг предостаточно, и каждый блогер меняет вектор своего контента, кто-то обеспокоен падением своего дохода и активно пытается заработать, кто-то поддался агитации и сам съехал с катушек, а кто-то и вовсе перестал снимать, как прежде. Но при этом все – и блогеры, и зрители – сходятся в одном. Раньше было лучше. Поэтому дальше я буду как раньше, чтобы и вы могли на моем канале уверенно отдохнуть, а не напрячься, и я отвлечься и принести пользу. Вот такие мысли из ночного Берлина, которые, кстати, еще не заканчиваются. Будет еще небольшая заключительная серия из дневного Берлина. Да много еще чего и откуда будет. Спасибо, что смотрите и подписываетесь. Наш любимый хассир. Первый круг замкнулся. 5200, он съест 4 километра. Это и то благодаря парому не шесть. Я вот качер, как километраж. Ты расплатишься таксисту. Ха-ха-ха. Продолжение следует...